МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь, во втором корпусе пансионата Буревестник, по улице Нагорной, 15-я, уже длительное время проживают рабочие, задействованные на строительстве лахтоцентра. В здании несколько сотен иностранцев заселила организация-посредник, предоставляющая рабочим услугу проживания. Однако, по заключению специалистов районного подразделения МЧС, постройки находятся опасно. Проверка данного объекта проводится на основании информации, предоставленной отделом надзорной деятельности курортного района, о том, что на объекте допускается многочисленное нарушение требований пожарной безопасности. С данной целью мы вышли на объект. В настоящее время специалистами отдела надзорной деятельности проводятся проверочные мероприятия. По результатам проверочных мероприятий будет предоставлена информация в прокуратуру района и будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Второй корпус пансионата «Буревестник» находится в аварийном состоянии. Отдыхающих сюда уже давно не селили. Здание арендовало ООО «Зимтим», которое в свою очередь заключило договор с подрядчиком, выполняющим строительство лахта-центра, на размещение в корпусе для дальнейшего проживания иностранных рабочих. Однако корпус пансионата по проекту рассчитан на пребывание максимум 200 постояльцев. По факту же сюда заселили больше 700 человек. В номерах на двоих сейчас проживает по 6 иностранцев. При такой загрузке меняются и противопожарные требования к зданию, прежде всего по эвакуации постояльцев. Аварийные выходы в случае ЧП не позволят оперативно людям покинуть помещение. Как только сюда поселили рабочих, сотрудники отдела надзорной деятельности, руководителям акционерного общества «Зимтим» вручили предписание на устранение всех недосчетов зданий по противопожарной безопасности. Сегодня время исправления ошибок и стекло. На этажах в корпусе разместили огнетушители, укомплектовали гидранты пожарными рукавами. Их работоспособность сегодня проверили инспекторы. Несмотря на положительные моменты, отрицательных все же остается больше. Отсутствие запасных выходов для эвакуации, старая пожарная сигнализация, часть датчиков которой в номерах не работает. И самое главное – отсутствие звукового оповещения на этажах в случае возникновения ЧП. Ночью людей оперативно разбудить не получится. Как люди узнают о том, что пожар? При обнаружении человеку кричат пожар, а там настолько внизу есть, там, в долгих лет. Изучая документы, предоставленные отделом назорной деятельности, да, имеется опасность для жителей, для людей, которые проживают в настоящее время в данном общежитии. Отделом назорной деятельности были ранее выданы предписания об устранении нарушения. Однако данные нарушения, как правило, не устраняются, что мы видим в ходе проверки. В связи с тем, что можно сказать, что да, в настоящее время нарушения имеют место быть. У акционерного общества, разместившего здесь иностранных рабочих, остается два выхода – устранить все нарушения или прекратить здесь размещение людей для проживания. В противном случае в отношении должностных лиц будет возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.